Здравствуйте, дорогие наши подписчики! Сейчас на канале мы с братом часто стали видеть людей, бывших колдушек, оккультистов, тарологов и так далее, которые выступают против темных сил, что Бог их наказал, и они решили все свое дело бросить и стали после этого ругать темные силы. Хотелось бы, во-первых, сказать, а почему Бог их наказал? Значит, они использовали темные силы не для помощи людям, не для справедливости, а для наведения вреда. И тогда кто в этом виноват? При чем здесь темные силы? Ведь темные силы, как я не раз говорила, это как оружие. В добрых руках это защита и наведение справедливости, а в плохих – средства нападения. А если Господь наказал их просто так, если они не причиняли вред, а только пользу людям, тогда почему Его так защищают? Просто из-за страха, из-за того, что Он их наказал. Чем тогда Господь так хорош, если они творили хорошие дела, помогали людям, а Он их наказал ни за что? Чем тогда Он так хорош, если Господь только умеет, что наказывать ни за что? Чем тогда Он хорош? Ну и что, что для наведения порядка они прибегали к помощи темных сил? Есть много случаев, где одни светлые силы не справляются с проблемой. Бесполезно. Например, кладбищенскую порчу бесполезно снимать через церковь. Только через темные силы можно снять. Клин клином вышибается, как говорится. И другие многочисленные порчи. Только с помощью одних светлых сил не снимешь. Значит, было Богу за что их наказать? Значит, беззаконие творили. А теперь ругают темные силы. Темные силы – это как собака. Если к ней ласково и по-доброму, если вы хороший человек, то она вам будет другом и будет вас защищать. А в плохих руках эта же собака может превратиться в смертельное оружие и может разорвать человека. Нет черной и белой магии. В церквях делают много соборной магии по уничтожению человека. А черная магия, наоборот, может спасти. В церквях есть много случаев мужеловства. Так что же тогда хорошо? Я считаю, что хорошо – это Господь, без привязки к какому-либо эгрегору. Просто Высший Создатель, Творец. А разделять магию на темную и светлую не нужно. Если мы наказываем своих обидчиков, врагов наших, это вроде как темное дело. Но ведь если их не наказать, эти враги погубят еще много жизней, если оставить их безнаказанными. Они сначала убьют нас, а потом пойдут убивать следующих и следующих, если мы им подставим другую щеку, как сказано в Библии. Я считаю, что хорошо – это не церковь, не христианский или какой-либо другой эгрегор, не темная или светлая магия. Хорошо – это наша совесть, то, что внутри нас. Бог – это не Аллах, не Христос и так далее. Бог – это наша совесть, наша праведная душа. Да, я согласна, что темные силы исполняют желания быстрее, темные силы наказывают обидчиков быстрее, и что темные силы требуют большую оплату. Я с этим полностью согласна. Но я не понимаю, почему Господь не может так же быстро помогать, чтобы у людей не было желания обращаться к темным силам из-за отчаяния, что Бог им не помогает, не слышит. Если брать меня, на меня было сделано огромное количество разной магии и приворот от бывшего, и приворот еще кое-каких мужчин, с которыми я не захотела общаться, не захотела строить отношения. И на работе коллеги по работе навели кучу магии из-за зависти. Даже родные наводили на меня магию с детства, продали меня дьяволу, и потому моя жизнь с детства была невыносимой. И всего этого я не знала, а узнала это только через Таро. Вроде как говорят эти люди, Таро – это плохо. Но почему же только Таро вытащили меня из петли, а Бог мне не помогал? Почему? Сколько я молилась, уже была на грани, молилась и молилась, и уже чуть ли не с веревкой на шее обратилась к темным силам. И именно они меня спасли. Почему? Почему только темные силы рассказали мне и показали, что, оказывается, я рождена была, чтобы стать ведьмой, стали показывать мне разные чудеса, общаться со мной ласково и нежно, и буквально вернули меня к жизни. Почему именно они? А Бог меня совершенно не слышал, и мне ни капли не помог. Из-за вражеской магии у меня были такие чудовищные боли. Болело все – голова, тело, все – бесконечная депрессия. Я потеряла кучу денег, миллионы. Потеряла работу, статус, я занимала высокую должность. Переругалась со всеми близкими. От меня отвернулись и друзья, и коллеги, и родные. Умер любимый мужчина и так далее и тому подобное. Дома ломалась техника, лопались трубы. Происходила хрен пойми что, без конца и без края. А я все молилась и молилась, ходила в церковь, заказывала сорока уст. И ни хрена ничего не помогало. Я была уже на грани суицида. Мне было до такой степени плохо, что я хотела покончить с собой. И в последний момент из-за отчаяния обратилась к темным силам. Когда мне было уже плевать, или сейчас сдохну, покончу с собой, все равно гореть водой. Или если они мне не помогут, если они мне помогут, еще, может, поживу, потом сдохну и буду потом гореть в аду. Какая разница? Но если Бог мне не помогает, не слышит, видит, как мне плохо, и даже не пытается вытащить меня из петли, чтобы я не сделала этот шаг. Если ему пофиг на мои молитвы, я на коленях просила его помочь мне. Долгими ночами стояла на коленях и просила его о помощи. Бог видел, что на мне куча магии и вражьего колдовства, и не протягивал мне руку. И только через торо, которое Господь осуждает, через темные силы я вернулась к жизни. Но почему так? Почему? То же самое и с братом происходило. Дорогие наши подписчики, мы решили снова прислушаться к этим людям, говорящим о Боге, поверить Господу, что ему действительно не нужны для помощи темные силы, чтобы спасать людей от всевозможной магии и колдовства. Мы ведь никогда и не отказывались от Господа, несмотря на то, что Господь нам не помог в наши самые трудные времена. Все равно продолжали ли верить в Него? Вы видели, что мы упоминали Господа во всех наших ритуалах. Просто мы видели, что одним светлым силам трудно без помощи темных сил побороть все зло, творимое нелюдями. И потому дополнительно работали с темными силами. Но с этого дня мы благодарим все темные силы за помощь нам и нашим подписчикам. Но теперь мы будем работать исключительно только со светлыми силами. Пожалуйста, с этого дня темные силы. Не помогайте нам с братом. Если будете помогать нашим подписчикам, это Ваше право. Но мы за это не отвечаем. С этого дня все наши ритуалы будут только с Господом Богом. Со всеми ангелами и архангелами. Со всеми святыми. В общем, исключительно со всеми светлыми силами. Просим Вас написать, наши дорогие подписчики, комментарии по этому поводу. Что Вы думаете насчет этого нашего решения? Мы долго думали над этим решением. Хотелось бы узнать Вашу точку зрения. Нам очень нужна Ваша поддержка. Ваши духи рода тоже ждут Ваших слов по этому поводу. Даже все кладбищенские порчи мы будем снимать теперь исключительно через Бога. Не через церковь. Не путайте. Мы в церковь никогда не поверим. Что бы нам ни говорили. А вот Богу, истинному Богу, неважно, Христос это Аллах или Кришна и так далее. Бог Создатель, Творец умный день. Вот в Него мы верим. И надеемся, что мы не разочаруемся в очередной раз. И вот через единого Бога, Творца, Создателя, через всех святых, через всех исключительно светлые силы мы будем снимать все порчи. Даже денежные ритуалы мы будем делать исключительно через светлые силы. Например, через Николая Чудотворца, который исполняет любые желания. А видение, или другими словами, гадание по людям. Но я карты не использую при гадании. Поэтому видение. Я теперь прошу, показывайте мне теперь светлые силы. Я не требую, я просто по-доброму прошу, если это возможно, конечно. Прошу вас, светлые силы, показывайте мне видение по людям. Спасибо вам всем. Не знаю, оставят ли нас в живых теперь темные силы, что мы отказываемся от их помощи. Верим, что Господь нас спасет, и уповаем на Его помощь и поддержку. Теперь за нами стоит много подписчиков. Господь, просим Тебя, Господь, покажи нам свою любовь и защити нас, пожалуйста. Чтобы и все эти люди, наши подписчики, тоже уверовали в Тебя так же сильно, как и мы. Пожалуйста, если это возможно, пожалуйста, покажи всем этим людям на нашем примере, что тебе не нужна помощь темных сил. Что ты без помощи темных сил можешь избавлять людей от всех видов порчи, колдовства и зла врагов. Благодарим, благодарим, благодарим. А вы, дорогие наши подписчики, теперь наблюдайте за мной и братом, что с нами будет происходить. Оставит ли нас в живых теперь темные силы? Спасет ли нас Господь? Смотрите наши ритуалы теперь исключительно со светлыми силами. И пишите свои отзывы и комментарии. Надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Предыдущие ритуалы не удаляем. У вас есть возможность их смотреть. Но то, что в них упоминаются темные силы, прошу вас, темные силы, внимания на это не обращать и не помогать нам. С этого момента просим помощи исключительно только у светлых сил. Спасибо.